всем привет шестое ноября аэропорт домодедово я только что провел мероприятие юбилей свадьбы и вот отправляюсь в сочи прошел паспортный контроль и иду на посадку мои очень трогательно меня сегодня провожали сейчас вам покажу эти кадры хорошими пока пока для нелюшка мне чего-то напихала чемодан посмотрю потом в номере любопытно что там и положила мне иконку с собой сказала что вот эта мобильная иконка божией матери маленькая такая у нас есть икона мы ее с кипра привезли дочка сказала возьми мне так будет спокойно ты же на самолете лети папа уехал артем поставь на место папе на тапочки на место поставь да ставь ставь на место папа поехал работать стать на место ай браво и молодец молодец ты же мой ответственный младенец встречать хочет папу стоит с тапками наперевес мы сегодня умудрились провести еще юбилей свадьбы 20 лет в браке фарфоровую свадьбу и был потрясающий эпизод у меня такое было всего два раза в жизни я предложил молодоженам как мы все не называли молодожены жених с невестой ну во первых мы показывали фрагменты секс свадьбы которая была в 2003 году в этом в этот день и я предложил снова станцевать первый танец молодоженов и спросил просто ради интереса осталось ли свадебное платье и оказывается невеста и легко до сих пор в него облачается то есть по размеру она идеально до сих пор и мы такой сделали розыгрыш для гостей показали гостям первый танец как все это начиналось на экране и неожиданно там где-то через буквально минуту после просмотра я зажег свет и молодожены зашли в зал в этом же самом платье конечно люди были в шоке потрясающе получилось трогательный такой эпизод получился действительно классно правда я выжатый как лимон костюм насквозь просто промок все душно в москве и вот я ожидаю посадки прилечу в сочи вообще в 4 часа утра прилечу в адлер и с адлера еще на такси добираться до отеля и уже по сути ну наверное это завтра называется но для меня уже это будет сегодня я 14 30 буду презентовать свой фильм от имени живых и мертвых в кинотеатре сочи и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тут ехать 30 километров до моего отеля Сочи, Сити Парк Какой-то отель, каршеринг всего 300 рублей стоит Но я что-то не рискнул, думал, по Сочи я еще на машинах не катался Думал, не надо, не буду рисковать Тем более я вообще никакой без отдыха И вызвал такси Субтитры создавал DimaTorzok Я приехал в отель, где я буду жить в ближайшие дни Называется Сочи Сити Парк Вот такой у меня номер Тут все здорово, все хорошо Сейчас надо успеть немножко отдохнуть Потому что время уже половина четвертого утра Разложить вещи Прийти в себя Конечно, хочется все погулять Посмотреть, но обязательно выберусь и завтра, и послезавтра Погуляю по городу Поснимаю и оживлю свой семейный блог Кадрами из Сочи Ладно, я немножечко посплю И совсем скоро уйду снова в эсир Доброе утро Я проснулся Соображаю, кто я, где я Ищу где позавтракать И вот неожиданно Оказался в соборе Архистратига Михаила Невероятно красиво Сейчас забегу в храм Перед кинопоказом Никогда здесь не был Итак, я на Абрикосовой улице 12 Около кинотеатра в Сочи Он так и называется, как и город Только что состоялся мой кинопоказ Честно скажу, людей было очень мало Прям катастрофически мало И я даже неожиданно так начал свое выступление Именно на эту тему Рассказал случай на тему того, что все-таки, конечно Документальное кино, тем более в кинотеатрах Это некий андеграунд И, конечно, будущее, как ни крути, к сожалению, за интернетом Фильм у нас будет от имени живых и мертвых Режиссером Роман Акимов Пожалуйста, Роман, несколько слов Добрый день, дорогие друзья Спасибо, что пришли Наверное, все-таки, будущее за интернетом, к сожалению, как и не прискорбно Я хочу рассказать случай, который вообще никак не связан с вами фильмом Это пару лет назад я был в спорткомплексе Олимпийский Где было 18 тысяч человек на конференции И вышли организаторы и минут 10 рассказывали, как они, какой они проделали работу 300 сотрудников Собрали полный зал 18 тысяч Это абсолютный рекорд Вдруг выходит Представляют какого-то там блогера Имя которого нам с вами ничего не даст Он выходит на сцену и говорит Слушайте, вот вы тут рассказывали 10 минут, как вы собирали 6 месяцев Готовили конференцию и собрали 18 тысяч человек Я вот 5 минут назад опубликовал пост И его посмотрели 2 миллиона человек К сожалению, вот это наша горькая реальность И то, о чем мы с вами говорим Когда говорим о документальном кино Что оно действительно уже стало каким-то андеграундом Хотя оно призвано говорить о правде Доносить до людей правду, историческую правду Тем более во времена, когда так безбожно переписывается история И меня зовут Роман Акимов Я сам сделал на свои собственные средства Программу, которая называется «Диалоги с легендами» Она идет только в интернете И я снимаю фильмы-интервью с выдающимися деятелями нашего времени Которые оставили след в истории спорта, культуры, религии Действительно выдающиеся и всемирно известные личности Наши великие олимпийские чемпионы, спортсмены Вот предпоследний фильм у меня был Духовником патриарха московского Евсея Руси Кирилла Старцем Илья И я давно мечтал сделать фильм с настоящими боевыми ветеранами Я не хочу никак принизить фразы настоящими боевыми ветеранами значения Тех, кто сейчас носит статус ветерана войны Потому что, как это, может быть незабавно Но с каждым годом ветеранов становится все больше и больше И с одной стороны, это действительно очень важная и интересная ниша И узники концлагерей, и дети войны, конечно, они достойны от создания фильмов Но когда я погрузился в статистику, там цифры совершенно ужасные, грустные А боевых ветеранов, когда я начинал снимать, это был февраль Их было по России 32 тысячи по всей России Когда фильм вышел к 9 мая, через два месяца, их уже было 16 тысяч Поэтому каждый день, к сожалению, уходят ветераны Их становится все меньше и меньше И, конечно, сейчас, в эпоху, когда переписывается история Мне было очень важно встретиться, поговорить, услышать их рассказы Живые рассказы о войне Потому что, когда они рассказывают, ты видишь не только героизм и подвиг конкретного человека Ты видишь ДНК целого поколения Поколение победившего нацизм И, конечно, важным лейтмотивом моего фильма Это стало не дать переписать историю И вот эти переклички истории современности Особенно с ветеранами, когда ты сидишь с настоящим боевым ветераном Который освобождал Сталинград, Курскую Думу Прошел всю войну и закончил войну 9 мая, 19-го в Праге И даже как-то неловко задавать вопросы про снос памятника у Конева в Праге Про осквернение могил советских воинов То есть страшно и стыдно, что люди дожили до такого Что прошли войну, победили и застали на своем веку такие страшные вещи Но, конечно, ветераны все это знают, видят, волнуются, переживают И высказывают свою позицию Порой даже очень жесткую, не всегда лицеприятную И вот для меня очень важно, когда я снимаю фильм Я перед тем, как его куда-то где-то опубликовать Я приезжаю к герою и показываю этот фильм И мне действительно не стыдно смотреть в глаза героя фильма И вот, когда я видел слезы ветеранов И мне говорили, что они не ожидали, что я покажу все Что я сохраню то, что, в принципе, может быть, даже не вписывается в нынешнюю повестку дня местами У меня нет никаких сенсаций, скандалов, расследований Но ветераны привыкли, что к ним приходят и берут интервью Хотят от них услышать именно то, что хотят услышать А не то, что они говорят И когда ветераны увидели, что я дал все без купюр Они просто плакали Это действительно дорогого стоит И моим личным достижением, конечно, в первую очередь Я считаю, что так тепло был оценен фильм «Ветеранами войны» И в мае, когда я опубликовал фильм Неожиданно очень много обращений пошло со всей России От учителей, которые успели вот на этом коротком отрезке В мае до июньских каникул Включили фильм в школьную программу Стали показываться сами, без каких-то распоряжений сверху Детям И дети очень живы и с большим интересом отреагировали Мы специально старались сделать очень динамичный современный фильм Где предплетаются интервью и документальная кинохроника Я очень благодарен кинофестивалю Победили вместе за предоставленную возможность Во-первых, фильм попал в конкурсную программу Но для меня самое главное, что он на кинофестивале Что пусть не многие, но его сегодня тоже увидят Поэтому большое спасибо за внимание И желаю вам интересного просмотра Но всех их объединяет одно Они оставили свой след в истории Я хочу сохранить их опыт, воспоминания Их наследие для следующих поколений Потому что они настоящие легенды Диалоги с легендами Через две недели после съемки этого интервью Абрам Израилевич Миркин умер Не дожив до 78-й годовщины Великой Победы Дело в том, что международный кинофестиваль Победили вместе Проходит в очень многих залах Сейчас одновременно идут кинопоказы И в кинотеатре Сочи И еще в каких-то там кинотеатрах Даже какие-то мастер-классы, семинары Там панельные дискуссии Все это проходит в самом отеле, в конференц-залах И поэтому, конечно, те люди, у которых есть интерес к этой теме Они размываются за счет того, что это одновременно В разных частях города Поэтому вот не так много людей Но, в принципе, мне главное, что фильм попал в программу Что о нем говорят, о нем пишут Это приятно, потому что тема действительно священная Важная, дорогая для, наверное, каждого жителя нашей страны Мы — потомки поколения победителей И теперь наш черед Говорит на весь мир От имени живых и мертвых Вечером меня пригласили в 20.00 Вернее, не пригласили, а поставили перед фактом Что я буду участвовать в пресс-конференции И отвечать на вопросы о своем фильме Но сейчас пойду отдыхать и праздновать кинопремьеру Вот это сзади — это море Вы его не видите, но оно там есть Только что закончилась пресс-конференция Я, честно говоря, думал, что все У меня наступает время отдыха И активные работы над моим следующим фильмом А нет, меня вызывают на пресс-конференцию И сегодня вот все авторы, чьи работы были сегодня представлены на кинофестивале Сидели в зале вместе с журналистами С другими режиссерами, с гостями И по очереди вызывали И общались, задавали вопросы Вопросы, конечно, необычные мне сегодня достались Меня очень удивил вопрос На тему того, что с чего-то взяли Что у меня все три героя фильма «Евреи» И что типа какой я закладывал Под смысл сакральный Во-первых, у меня там не три еврея Но там, да, Миркин, Абрам, Израиль Это действительно еврей Ну и что То есть у меня никаких То есть меня за это не ругали, что это плохо А наоборот, почему-то подумали Что, наверное, это какой-то был режиссерский замысел Поскольку люди все-таки на руках такого классического склада Именно с точки зрения режиссуры, текстов, подтекста И они во всем пытаются найти какой-то сакральный смысл И что, может быть, я хотел заложить тему Холокоста Там еще что-то, в общем, где бы нет Я говорю, во-первых, там действительно Там два ветерана Это Люлько и Миркин, Абрам, Израиль Действительно евреи Ну евреи, евреи Ну что, Рохлина, она Я не помню, она, по-моему, украинка Половина, половина русская Поэтому Как-то вот необычно Но вообще забавно Старшее поколение немножечко так На меня с недоверием смотрит Потому что считает, что жанр интернета вообще и подкаста Это что-то такое совсем какое-то зло В общем, типа я Даня Милохин, наверное, вот Чтобы проще было вам понимать То я, наверное, действительно для них как Даня Милохин И Ну, тем не менее, нормально поговорили Я рассказал свою позицию Сказал, что нет, не надо по мне искать в моих работах Какое-то документальное, каноническое кино В котором есть действительно Прям Как будто Не то чтобы смысл Смысл-то есть везде Вот Но Что это просто жанр интервью В первую очередь Интервью И с какими-то элементами документалистики Потому что мне главное Не просто рассказать Потому что, как правило, все погружаются В какой-то материал, находят тему И начинают они рассказывать Именно со своей колокольни И В этом, кстати, даже иной раз не знаешь Чего больше Правды Или художественного вымысла Или видения автора Или как автор это прочувствовал Через себя Пропустил Но Зачем тогда нам все это чувствовать? Потому что это все очень субъективно А когда В кадре говорят Участники Тех событий Первые лица То это намного, на мой взгляд, ценнее Интереснее, чем Я сам сейчас начну собирать Материал про Сталинград Про Курскую дугу И делать про это фильм Ну вот Видимо, здесь немножечко Кинофестиваль пока что смотрит Ну, на мой, опять же, субъективный взгляд В другую немножко сторону Все-таки в сторону крепкого Профессионального Такого документального кино Ну, это правильно Это хорошо Это важно И нужно Но я вот Наверное, в какой-то степени Был и стал здесь пионером Наверное, вот такого жанра Когда заявил о том, что Бывает еще и Фильмы, интервью Хотя, конечно, я Ни для кого не открыл Америки Но, видимо, пока это На кинофестивале Может быть, не так актуально Но, тем не менее Меня рассматривают В жанре Именно Телепрограммы Ну, в принципе Интернет-программа Телепрограмма В общем В целом Все хорошо И действительно Просто Очень сильно устал После мероприятия После перелета Хотя удалось Чуть-чуть поспать И После кинопремьеры Выступления на кинопремьере И вот сейчас еще Пресс-конференция Окончательно подкосила После пресс-конференции Я еще интервью давал Меня пригласили в студию И я как раз там Ответил на ряд вопросов После этого интервью У меня еще какие-то интервью брали Уже, видимо, то ли журналисты То ли блогеры Не знаю, как это правильно называется В общем, кто-то брал Много интервью И я вот теперь Наконец-таки вышел А то прилетел в Сочи На море Хоть на море посмотрю ночью Но надеюсь, что завтра У меня будет день Когда я смогу погулять По городу И показать вам Местные красоты Спасибо за поддержку За добрые слова За комментарии Все читаю Всем отвечаю Всего вам доброго И до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому